Дорогие друзья, вы опять на канале Минифермер. С вами опять я, Александр Шадрухин. Сегодня мы продолжаем школу инкубатора строения. И в сегодняшней серии инкубатора строения мы поговорим про основные ошибки, которые допускаются вами. По результатам этого сезона мы уже их накопили. Я расскажу, как лучше что сделать, что делать не надо. Итак, друзья, давайте обратимся к главной теме нашего видео, к основным ошибкам. Итак, поехали! Одна из самых больших ошибок, которые допускают люди при строительстве самодельных инкубаторов, это покупка изначально дорогого и сложного терморегулятора, с которым сложно разобраться. Тем более, часто продаются терморегуляторы с пид-регулятором. Он в китайском варианте работает очень некорректно, поэтому для настройки пид-регулятора нужно иметь большое количество знаний. Это уже я на своем опыте убедился. Поэтому всегда звоните ребятам в мини-фермер, консультируйтесь. Они вполне адекватные, нормальные люди, посоветуют вам лучший контроллер, который вам необходим именно в вашей ситуации. Не обязательно это будет самый дорогой контроллер. Не всегда дорогое это то, что нужно вам. Может быть, для какого-то маленького инкубатора проще купить модель, в которой проще разобраться и легче ее настроить. Соответственно, прямо отсюда вытекает еще такой момент, что необходимо иметь определенные навыки в электрике. То есть, подключение. Как подключить, что подключить. Поэтому всегда, опять же, консультируйтесь. Звоните ребятам. Они достаточно грамотно все вам расскажут. Вот именно по электронике. Как подключить, чего. И есть целая серия видео, которые Андрей снимает специально для вас. Прямо в режиме мультфильма. Где вы можете сесть. И даже если вы ничего не понимаете, какие провода, куда подключать. Вы сядете и спокойно посмотрите. И там любая женщина спокойно все сделает. Хотя бы какие-то простейшие схемы подключения. Освоить не сложно. Смотрите на нашем канале. Все это есть. Дорогие друзья. Вот часто возникают такие вопросы. И я слышу, что покупают люди те же самые теморегуляторы на, допустим, Алиэкспресс. Да, экономия небольшая какая-то есть. Там 100-200 рублей. Но вы должны понимать. Никакого постгарантийного обслуживания и прочего. Никаких там схем. Никто ни на каком Али предоставлять никогда не будет. Поэтому тут нужно 10 раз взвесить. Стоит ли это делать? Или купить проверенное у нормальных людей. Проверенные терморегуляторы с нормальной инструкцией. А главное получить потом полный сервис. Полную поддержку техническую по тому, что вы купили. Значит, еще одна из ошибок. Экономия на основном вентиляторе, который перемешивает воздух в инкубаторе. Вот есть вещи, на которых можно сэкономить. На этом экономить не надо. Покупать надо качественные, хорошие вентиляторы. И лучше с запасом по мощности. Чтобы они хорошо перемешивали. Не было застойных зон, стремиться к равномерности температуры по всему объему. И не надо покупать избыточно больших тенов. Люди звонят, говорят про скок по температуре возникает, еще что-то. Основная причина это очень большой тен. Значит, для того, чтобы подобрать правильно тен, вам не надо даже что-то делать самому. Достаточно позвонить нам и сказать, какой корпус у вас. И что он сделан, какие материалы вы используете. И какой размер и объем. И мы уже посчитаем и подберем для вас наилучший тен, который вам подойдет лучше всего. Я уже говорил много раз, повторюсь еще раз, что инкубатор это бизнес инструмент. Это единственное устройство, которое мне известно. Тем более в птицеводчестве это точно. Которое может укупить свою стоимость. Ну вот за 2-3 закладки. Вот даже вот этот китайский инкубатор. Очень часто люди выводят дорогую птицу. И покупают какие-то дешевые, непонятные модели инкубаторов. Какие-то пенопластовые. Скажем так, что если вы вводите птицу для себя. Вот ну свое яйцо, его загубить не особо жалко. Можете покупать совершенно спокойно. Вот нормальные китайские производители. Они ну не супер качество, но более-менее нормальные. Что-то выведется однозначно. Я думаю 50% практически всегда. Если вы выводите дорогую птицу. Какие-то там люди выводят иногда птицу стоимостью по 60 тысяч за пару. То конечно нужно под это дело покупать нормальные инкубаторы. И озабачиваться. Не надо экономить тут. Экономия ни к чему хорошему не приведет. При самодельном изготовлении корпуса инкубатора. Очень часто люди берут материалы, которые есть у них в хозяйстве. Так вот, настоятельная просьба. Никаких материалов, которые у вас лежали где-то там в коровнике, в свинарнике, в курятнике. В том же грязные, с каким-то пометом, еще с чем-то не использовать. Уже если вы собрались делать инкубатор, то делайте его хорошо. И изначально используйте материалы новые. Без какой-либо инфекции. Инкубатор это прекрасный, просто замечательный рассадь. То есть это инкубатор в том числе и для бактерий. Понимаете, температура 38, влажность 60. Там все замечательно размножается. Поэтому корпус инкубатора должен быть сделан хотя бы из чистых материалов. И я уже говорил, снимали на эту тему видео. Желательно, чтобы никаких пористых стенок внутри инкубатора не было. Чтобы обрамить хотя бы с двух сторон, хотя бы там, я не знаю, каким-нибудь пластиком или еще чем-то. Лучше всего использовать вообще вот эти сэндвич-панели пластиковые. Потому что, чтобы заразе негде было поселиться. Чтобы можно было это хорошо продезинфицировать. Не забывайте об этом. Одна из ошибок, которая вот всплыла тоже в течение этого сезона. Это то, что люди пытаются ставить на воду 220. Господа, ни в коем случае никаких вентиляторов на 220 вольт на воду не ставим. Потому что цена вопроса очень велика. Были случаи, вентиляторы падали в воду, замыкало все и прочее. От греха. Ставим туда спокойно 12 вольт. И по крайней мере, ну там, ущипнет не более того. Это просто важнейший момент. Очень любят люди использовать 12-ти вольтовые нагреватели, переход на аккумулятор, нет электричества и т.д. и т.п. Замечательно. Только не нужно забывать, что на 12 вольтах сила тока совершенно другая. Поэтому провода на какой-то 100 ваттный ТЭН необходимо брать там 2,5 квадрата. Это при 12 вольтах. А при 220 можно взять совершенно спокойно 0,75, да даже меньше, по 0,5 можно взять. Чем ниже напряжение, тем выше сила тока. Физику никто не отменял. Поэтому не забываем об этом. Потому что цена вопроса бывает иногда очень высока. Поставили тонкий провод, он нагрелся, воспламенился корпус, сгорел дом. Ну и т.д. Там дальше последствия самые страшные могут быть. Поэтому тут тоже не экономим. Провода стоят недорого. Поэтому 12 вольт это толстый провод. Это дано. Часто люди пытаются сделать все-таки пассивную вентиляцию в своих самодельных инкубаторах. Еще раз повторюсь. Пассивная вентиляция это, на мой взгляд, абсолютное плацебо. То есть вещь не работающая никак. Если вы маленькое отверстие сделали, допустим, где-то в крышке, то вентиляция плохая. Сделали большое, тут же получили перепад по камере. Потому что где-то воздух подсасывается, там прохладно, тут он выходит. И то есть равномерность внутри камеры практически нереально достичь. Поэтому не забываем. Вентиляция активная, с маленьким, но вентилятором, пусть самым маленьким. И с каким-то обратным клапаном. Потому что наличие отверстий в корпусе инкубатора, это сразу минус влажность. Влажность вы не наберете тогда никогда. Самая большая проблема во всех инкубаторах, самодельных, производственных, это перегрев яйца, особенно в последней третьей инкубации. Поэтому не так дорого стоит датчик на яйцо. Там можно купить за 200 рублей, его откалибровать, проверить, поставить на яйцо. Хотите за 1200, можете купить уже это автоматическое решение. Там можно проветривать как-то дополнительно и прочее. Тут экономить деньги тоже не нужно. Экономить силы колоссально. Очень многие люди в самых простых инкубаторах только за счет датчика на яйцо улучшают выводимость на 20-30%, чем было до этого. В одном и том же инкубаторе. Поэтому не забываем про это. В серии есть у нас про датчик на яйцо. Смотрите, там я все подробно рассказываю. Буду очень рад, что если все советы, которые я сегодня сказал, вам понадобятся, вы примите их сведению. А в следующих сериях инкубатора строения я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, которые у вас накопились в результате инкубации. Поэтому пишите в комментариях под этим видео, какие вопросы вам интересны, на что вам нужно будет ответить. И в следующей серии обязательно я на них отвечу. Также напишите, интересен будет ли вам, если мы проведем стрим. Потому что накапливается большое количество вопросов по инкубации. И, к сожалению, не на все. Вы можете не всегда задать их, захотеть писать в комментариях, еще что-то. А во время прямой трансляции будет, может быть, проще посвятить этому полтора-два часа, и я отвечу практически на любые вопросы, которые по нашей теме у вас могут возникнуть. Мы стараемся, что можем делать для того, чтобы у вас все получалось и в инкубации, и в изготовлении самодельных инкубаторов. В общем, удачи вам во всех ваших начинаниях. С вами был я, Александр Шадрухин. До встречи в следующих сериях.